Великая размова с президентом починается с пытанью, якие керавнику державы задают не непосредные, а удельники диалогу о жихарах разных городах Беларуси. Пытания самые разные, от поддержки фермерских господарок до працевладкования молодых специалистов. И еще одно, якое цикавит у всех жихаров Беларуси – рост зарплат и повеличение пенсии. Александр Лукашенко бачит только одну реальную махчимость. Заработные платы и пенсии могут увеличены быть только тогда, когда мы в реальном секторе экономики произведем больше, качественно и продадим по более высокой цене. Формула, по-моему, одна. Я тут ничего нового придумать не могу. Так складывается, вся жизнь не будет складываться. Это говорю ответственно. Александр Лукашенко пиракананы. Середняя зарплата у 500 долларов – это тое минимум, який держава повинна да помахчить человеку отримать. Але это не значит, что на месяцах не повинны мкнуться зарабить самостоянно, керавник державы нагадывая. Мы живем у рыночной экономицы, але у нас вельми шмат льготников. Сёння значная частка айчинной продукции мае вельми высокий себе кошт, что не дозволяя выплачивать значные зарплаты. Бадай, самое рациональное выезде – переход на выпуски новоцинной продукции с высокой добавленной вартостью. Але пакуль таки подыход назирается далеко не на усих предприемствах. И тому есть причины. Очень правильно затронут был вопрос, вот относительно чего. Что сегодня мы действительно имеем довольно много льгот. И очень многие рассчитывают на их получение. И опыт других стран, он зачастую говорит о том, что при таком подходе и субъект хозяйства, не регион, допустим, которому предоставляется льгот, и он несколько демонстрирует такие иждивенческие настроения. То есть если я не смогу, значит мне окажут поддержку. Все равно кто-то развивается лучше, кто-то хуже. Цель государства, в общем-то, чтобы дифференциация была минимальна, поэтому поддержка эта будет обеспечена. И вот в этих условиях действительно важен очень такой адресный подход к предоставлению льгот действительно тем, которые в этом нуждаются и которые действительно могут обеспечить внедрение инноваций, которые не являются новыми, допустим, для данного предприятия, а действительно являются новыми для рынка. Большая частка питаний у подчас великой размовы с президентом тучилась экономичного блоку. Модернизация вытворчастей и новые рынки – сегодня это приоритетные накерунки для белорусских предприемств. Тем более, что становочие приклады есть, и их немало. Теред партнеров акционерного товариства «Спартак» больше от 25 краин света – от Монголии до Случанных Штатов Америки. В прошедшем году мы отгрузили в Китайскую Народную Республику примерно на 500 тысяч долларов. То есть можно сказать, что это открытый рынок, который мы нашли. Целый год мы вели переговоры по контракту, и мы его подписали. И от Грузии от Русска состояли порядка 135 тонн. Мы подписали контракты с Ливаном, с Вьетнамом, и осуществлены до первой поставки туда пробные. Если говорить уже про этот год 2017, то уже буквально за этот месяц, который прошел, у нас подписан новый контракт с Ираном.